Выступает Виктор Иванович Федоттер, доктор исторических наук. Тема будет объявлена. Вопросы чуть позже. Председатель Тушинского общества охраны памятников в истории культуры. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Александр Иванович попросил меня короткое выступление. Что я вам должен сказать? У нас вот здесь на территории Тушина образовалась некая группа энтузиастов, которые создали отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Я имею честь представить эту организацию вам. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся поиском артефактов, поиском исторических мест. и пытаемся как-то это сначала законспектировать. То есть сегодня идет описательный процесс, то есть начало работы. Александр Иванович подарил нам данные 45 археологических мест, где обнаружены древние поселения прошлых тысячелетий до нашей эры. 45 таких мест нашли. Это ведь что-то по археологии. Да, да. Удивительные материалы. Я по этим местам начинаю ходить и ничего не вижу. Все закопано, застроено, все спрятано. То есть мы об этом не должны знать, видимо. То есть если у нас пресса трубит о каких-то событиях, то об этих событиях умалчивает. Вы расскажите, Виктор Иванович, вы на кладбище вон зашли. Ну это я последний скажу. Значит, вот я обхожу эти места и вижу, ну скрывают от нас, прячут от нас. Ну вот вам пример. Самый громкий, может быть, сказать, пример. На территории Тушина был найден останки человека. Когда их стали изучать, выяснилось, что это не просто останки человека, а этому человеку 16 тысяч лет до нашей эры. По классификации международной археологии, это первый человек в Европе. Ну разве это не событие? Разве это не исторический факт? Первый человек в Европе, оказывается, из Тушина. Мы никто об этом не знаем. Или, например, Сходинская чаша. Уникальный природный памятник. Диаметр километра, некий амфитеатр, глубиной 400 метров, на дне которого болото и речка бьются. Когда это произошло? По какой причине? Просто парк культуры для нас сегодня. Есть ли еще подобное такое сооружение? Оказывается, есть. Еще в одном месте мира есть в Восточной Африке. Ну, об этом же надо хотя бы ребятишкам в школе рассказать. Нет у них таких неучебников. Вы знаете, Восточная от чего? Африка. Африка. Да. В Европе, Сомали. Или, например, само слово Тушина. Откуда взялось? Оказывается, был великий человек. Вот знаете вы, маршала Жукова, который побеждал в Великое Отечество. Вот такой же маршал, оказывается, жил здесь в Тушино. Его звали Иван Родионович Квашня. Квашня – это кличка была. От него пошел род Квашниных. Вот даже в генштабе работал, начальник генштаба Квашниных. Род Квашниных. Квашней его звали за огромный рост и за рыхлость тела. Но был умница. Он был командующим авангардным полком. Ну, вы знаете, на Куликовской битве были полк левой руки, полк правый, авангардный полк и засадный полк. Так вот он командовал авангардным полком. 16 тысяч воинов, пишет нам бархатная книга. 16 тысяч его полк составлял. А кто же командовал всей Куликовской битвой? Говорят, Дмитрий Донской. Неправда это. Дмитрий Донской перед началом битвы снял свои боярские одежды и оделся в обычного пехотника, обычного воина. Более того, его сразу же ранили. И он пролежал на поле битвы до конца битвы. Его потом в груди тел убитых нашли его раненым, Дмитрий Донской. То есть он в этой битве сразу был ранен и валялся раненый. Кто командовал всем? Командовал командир авангардного полка. Вот этот Иван Родионович Квашин. Он здесь у нас похоронен. Он построил здесь монастырь. Сейчас Спас Ходнинский. Вот там где, как вам сказать, вот где окружная дорога перетекается с Волоколамкой, на той стороне Спаса, там был монастырь. И он там захоронен. Когда он умирал, он взял монашеский обед какой-то, переименовался в Игнатия. И там был захоронен. Так вот, у Ивана Родионовича, у этого великого военачальника, памятник которому нужно поставить. Обязательно. Жукову стоит памятник. Надо бы и Ивану Родионовичу Квашне поставить памятник. Он такой же военачальник и такую же славу в истории России создал. У него были три сына. Егор, Андрей и Василий последний, младший. Когда он делил свое поместье перед смертью, он в завещании оставил Василию вот это место, которое сегодня называется Туша. Вот этот Василий был очень похож на своего отца. Огромного роста, толстый. Но ему уже не Квашня присвоили звание, а Туша. Прозвище у него было такое, Туша. И про него говорят, вот Туша идет. Потом село, где он жил, Тушино назвали. Род у него пошел Тушино. Вот откуда было село Тушино. Мне кажется, это тоже интересно. И наши школьники должны такие вещи знать. Но главное, что я хотел сказать, меня волнует другое. Меня волнует проблема сохранения памятников. То есть их как-то надо спасать, сохранять. Вот где стоит, где похоронен Иван Родионович Квашня, надо поставить хотя бы обелиск. В память легендарного военачальника, победившего в Куликовской битве. Можно же, ведь недорого можно поставить память. Или, например, я не знаю, я много могу рассказать, я просто боюсь у Вас время отнять. У нас было здесь три аэропорта в Тушино. Аэропорт сам знаменитый, куда Сталин постоянно на праздники приезжал. Аэропорт полярная авиация, там, где Вы сейчас сидите, здесь был аэропорт полярной авиации. А еще у деревни Захарково, туда подальше, был гидроаэропорт. Гидроаэродром. С него взлетали самолеты на воде и на воду садились. Там шли испытания новых видов самолетов. Туполев, когда создавал свои гидросамолеты, испытания проводил в Севастополе. А когда он увидел водохранилище наше, говорит, так это же взлетная полоса. И упросил Сталин, чтобы ему разрешили здесь проводить испытания своих гидросамолетов. Там место даже сохранилось, там бетонные блоки уходят в воду. Можно туда подойти и посмотреть. Можно там табличку написать. С такой вот по такой год. Здесь был гидроаэродром, в котором проводились испытания. С него взлетали знаменитые летчики наши, герои Советского Союза. В Америку летали, взлетая с нашего гидроаэродрома. Это же уникальные события. А то, что Александр Иванович мне сейчас сказал, что меня возмутило. Я нашел карту захоронений, когда строили Химкинское водохранилище и вот седьмое, восьмое шлюзы. Здесь работали люди из, как они называются? ГУЛАГ. ДК. ЗК, да. Заключенные. Вот. И оказывается, вот есть тут железнодорожная больница около Волоколамки, там внизу. Там было кладбище этих ЗК. Вот я туда пошел, между этими зданиями хожу, брожу, ни таблички, ни надписи, ничего нет. Понимаете, эти люди, ну просто герои, они такое сотворили, и в зиму, и в стужу, работали только киркой и лопатой, у них экскаваторов не было. И такое чудо создали. И никакой памяти нет. Ну как так? Это же неправильно. Неправильно. Наши вот самолеты, самолетостроение в Тушино, центр самолетостроения, Тушинский машиностроительный завод, в 1932 году создали первый советский пассажирский самолет. Назывался он Сталь-2. Повезли его в Францию, в Париж. Первое место, золотой приз получил. Лучший самолет в мире по 1932 году. Где, кто об этом знает? Кто знает о том, что первые ракеты, созданные для ПВО, созданы были на этом заводе? Первый сверхзвуковой самолет на титановой основе произведен был на этом заводе. Ну а Буран вы все знаете. Ну вот как такие чудеса замалчивать? Сегодня завод огорожен, туда допуска нет, музей закрыт, огорожен, не понимаю. Много исторических мест. Или вот, например, чулочная фабрика здесь была. Чулочная фабрика. Трикотажка, да. А вы знаете, что единственный случай в истории Советского Союза, когда советская власть пришла за 8 или 9 месяцев, я сейчас точно ошибусь, ну за полгода минимум, советская власть началась в Тушино. До Октябрьской революции в марте 1917 года здесь образовалась советская власть. И создан был Тушинский райком, не райком, а районный комитет депутатов и солдатских, рабочих и солдатских депутатов. Вот такая история. Нигде в истории КПСС об этом не сказано. Потому что человек, который все это организовал, был Сталином расстреляем. Я могу долго рассказывать, извините. Я вот вам коротко сказал. У меня боль, что памятники, существующие памятники или памятники исторические спрятаны от внимания нашего населения. Это наша головная воля. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.